давай сразу начнем вот с этого сайта письма в клеточку расскажи как все это работает на практике слушай ну работает на самом деле достаточно просто человек может зайти на сайт выбрать политзаключенного которому он хочет написать все письмо или которым хочет написать письмо собственно написать это письмо и нажать отправить мы это письмо получаем распечатываем и отправляем вместо заключения и потом когда и если мы получаем ответ сканем и отправляем обратно то есть основная идея это такая ну почти электронная переписка без обязательства писать свой адрес телефон паспортные данные и так далее позволяет человеку сохранять себя ну анонимным что ли немного а как вообще пришла идея создать этот проект что как бы сподвигло к этому потому что политзаключенных в беларуси существует не только сегодня они были ранее всегда но и кстати вы такой насколько я понимаю не было да ну раньше никогда не было такого огромного количества политзаключенных то есть это рекордное число для беларуси инициатива такая пришла но очень просто на самом деле я уже пять лет занимаюсь подобной инициативой в россии который называется русузник мы тоже помогаем переписываться с политзаключенными и мне показалось чтобы для беларуси это тоже будет актуально очень многие люди хотят написать из-за границы но не знают там когда идет или не дойдет кто-то переживает за свои данные там нормально ли писать свой адрес и мне показалось что это будет ну удобно для для некоторых людей пользоваться именно таким сервисом и в общем вы так и решили ее создать кстати да письмах из-за границы вообще вот до появления этой инициативы возможно было написать там условно из той же литвы или польши кому-то дошло бы это письмо вообще да ну как правило переписки не запрещают письма из-за границы единственное что может быть вопросами если письма на иностранном языке потому что все письма проверяют специальные люди специальные цензоры и если письма на иностранном они его не поймут и просто выкинут и даже письма там на русском на белорусском некоторые не пропускают по буквально там желанию цензора потому что то не понравилось он может заблокировать поэтому написать из-за границы можно но не все дойдет даже и беларуси не все дойдет Кстати, вот по поводу цензуры, я так понимаю, это внутренние тюремные цензоры, и есть ли какая-то статистика, какой процент писем в среднем не доходит до адресата, и что как бы желательно там не писать? Вот, например, на вашем же сайте есть какие-то рекомендации по тому, о каких вещах лучше не писать, потому что это письмо просто не дойдет? Да, на нашем сайте есть рекомендации, я делала специальную статью, где пыталась описать, что лучше писать, что лучше не писать, о чем не забывать. Статистики, к сожалению, нет. В Беларуси вообще, как бы, вот эта переписка с заключенными, с политзаключенными, это настолько, ну, неизведанная, неудобная вещь. То есть, если в России есть специальные ФСИН-сервисы, через которые можно понимать, вообще доходит письмо, заплакировал ли его цензор или нет, то в Беларуси такого нет. И большинство людей отправляют письма, ну, просто в неизвестность. Все, что можно, это проследить его по почтовому идентификатору до момента, пока его заберет кто-то из колоний. Что с ним происходит дальше, ну, очень мало можно узнать, передали, не передали, вернул цензор, заблокировал, выкинул. Что происходит с ним, практически неизвестно. Поэтому статистика, к сожалению, вообще неизвестная штука. Ну, а что не писать? Не писать вещей каких-то про уголовное дело, не писать каких-то оппозиционных вещей, там, вплоть до «Живе Беларусь», возможно, тоже не пропустят. Не писать каких-то оскорблений, чего-то, что может показаться экстремистским. То есть, как говорили нам всегда в России, в российские цензоры, да, общаться на бытовые темы. Ну, то есть, это вот такой совет на все времена. Сколько в среднем по времени идет письмо вот до конкретного заключенного, если вот из Беларуси его отправлять? Ну, внутри Беларуси письма, на самом деле, достаточно быстро ходят. Два, три, четыре дня, может быть. Ну, потом в дело вступает цензор. Вот сколько цензор будет держать это письмо у себя, это уже, как бы, тайно покрытое мраком. Вообще должны, опять же, в течение двух-трех дней рассмотреть и передать. Но как там на самом деле происходит, к сожалению, мы не знаем. А сколько вот, наверное, наверняка тебе известна информация, да, какая-то есть официальная от правозащитников, сколько на сегодняшний день насчитывается политзаключенных в Беларуси? Да, вот буквально вчера я добавляла на сайт новых людей, это было 169 человек. Но там несколько человек находятся под домашним арестом, поэтому физически, насколько я сейчас помню, 167 человек находятся именно в местах заключения. Но, насколько я понимаю, это все-таки, как бы, неточные цифры, потому что мы же о многих можем не знать. Я просто вспоминаю пример с нашим с тобой общим знакомым Сергеем Подсукевичем, который, собственно, сейчас также находится в СИЗО, да, и мы об этом узнали спустя там какое-то там несколько недель после того, как его задержали. А так, я думаю, он тоже не входил в статистику и, может быть, даже до сих пор не входит. Да, он до сих пор не входит, его пока что не включили в список политзаключенных. Действительно, я думаю, что огромное количество людей все еще не входит. Например, уголовных дел, о которых известно, например, правозащитникам, тому же правозащитному центру «Весна», их уже там больше 600. Но не всех из этих людей признают политзаключенным по разным причинам. Там, возможно, какое-то насилие было в деле и так далее. Или все еще рассматривают, не хватает документов. Я думаю, что о большом количестве людей мы просто еще не знаем. С Юрием Хачеватским до тебя мы говорили. Я у него спрашивал, как бы вот в данный момент мы уже наблюдаем пик репрессивной машины или маховик репрессий только раскручивается. Как бы ты ответила на этот вопрос? Сложно сказать. Я думаю, что только раскручивается на самом деле. Потому что сейчас вот начались репрессии против некоммерческого сектора. Тот же пресс-клуб к людям, из которого пришли на прошлой неделе. Я думаю, что если заключат по стражу, по уголовному делу, то они тоже будут палить заключенным. А потенциал огромный. То есть правозащитники, журналисты. Я боюсь, что все самое страшное еще впереди. И один из примеров, наверное, этого самого страшного мы видели на этой неделе, когда появился проект ужесточения административного кодекса Беларуси. А есть ли какая-то угроза того, или может быть уже есть какой-то проект того, что будет также ужесточаться и уголовный кодекс? Я про это еще не слышала, но не удивлюсь. Вообще, вот перед тем, как начать разговор с тобой, мы показывали фотографии, которые ты, наверное, тоже видел, они появились на этой неделе, об условиях содержания в Жодино. Как вообще, в каких условиях содержится политзаключенный? Сильно ли отличается их содержание от остальных заключенных? Может быть, это играет им, наоборот, в плюс или в минус? Ну, знаешь, дело в том, что политзаключенным и вообще заключенным нельзя писать в письмах про условия своего содержания. Чаще всего цензоры все это зачеркивают, либо не пропускают такие письма, поэтому достоверных сведений и в нас особо нет. Но я предполагаю, что примерно то же самое за какими-то исключениями. Ну и в конце попрошу тебя тоже рассказать о том, почему вообще как бы важно писать письма, почему это важно для самих политзаключенных в том числе. Ну, письма – это одна из самых важных вещей, я думаю, наверное, заключения. Это, ну, во-первых, какая-то связь с внешним миром. Ниточка к близким, к друзьям. Это новости, которые они получают, потому что, находясь в заключении, ну, люди мало могут получать объективных каких-то новостей. Несмотря на то, что какую-то часть новостей не пропускают, ну, все равно вот люди могут узнать что-то о том, что происходит на самом деле. Это поддержка, безусловно. То, вот о чем говорил ваш предыдущий гость, действительно, они должны знать, что их поддерживают, потому что там все, вся система направлена на то, чтобы им сказать, вы одни, вас все забыли, всем на вас пофигу, признайтесь, сдайте всех и так далее. То есть это психологическое давление. А письма показывают, что нет, мы не одни, люди беспокоятся. Ну и, конечно, это в том числе отчасти, ну, не то чтобы давление, но показывает тем, кто читает эти письма, тем же цензорам, тем же почтальонам, тем же оперативникам, которые видят, что человеку приходят сотни писем. На них это тоже оказывает влияние. Они понимают, что за жизнью этого человека следят. Если что-то случится, то как бы об этом станет известно. Поэтому это безумно-безумно важно. Я, опять же, там на своем сайте приводила пример, что говорили люди, которые сидели, о том, как это, получать письма. Это всегда огромная-огромная радость и огромная поддержка. Ну и позволяет скоротать время, читая, получая эмоции, получая какие-то краски, хоть что-то из этих писем, и потом отвечая на эти письма. Да, это огромная радость и огромная поддержка, поэтому всех зрителей призываю сразу после нашего эфира заходить на сайт «Письма в клеточку» и написать письмо кому-то из политзаключенных. А с нами на связи была автор этой инициативы, волонтерской инициативы Яна Гончарова. Яна, спасибо тебе большое.